Привет, друзья! Между приятной темой и своим самочувствием многие люди не видят логической связи. На самом деле, когда вам плохо, ну как все психологи обычно говорят, подумай о хорошем. Но трудно думать о хорошем, когда вам плохо. Тем более вы не понимаете логически многие, наверное. А кое-кто и понимает, это молодцы, понимают, как важно для того, чтобы эндорфин включился, думать о хорошем. Так вот, если вы логическую связь создадите между хорошей темой, приятной темой и вашим собственным исцелением, улучшением самочувствия, может быть не сразу, может быть не в данный момент, здесь и сейчас. А вот вы сейчас это сделаете, я вам подскажу как, и завтра сделаете, и пусть и завтра сделаете, наметите себе курс такой, допустим, там на полторы недели, да, в удобное время. И вы заметите, что у вас самочувствие улучшается, независимо от того, какая там психосоматика, она вся отваливается. Потому что эндорфиноподобные вещества, это те гормоны, которые помогают организму снимать боль, снимать спазмы, снимать зажатости, улучшать кровообращение мозга и внутренних органов. Это гормоны радости, счастья, это чудесные гормоны, которые... Надо главное их включить, качать эндорфин, когда у вас какие-то проблемы. И вообще, надо помнить всегда, что нет нерешаемых вопросов. Любой вопрос человек решить может, любую проблему. Всё зависит от его психоэмоционального состояния. Самое главное, не зацикливаться. Не зацикливаться, когда вам плохо. Не зацикливаться, когда вы решаете какой-то вопрос, ну, допустим, пишете диссертацию или собираетесь писать картину, и у вас не получается. Не зацикливаться, никогда не зацикливаться. Если не получается, надо поменять своё состояние, найти такое в себе состояние, когда у вас начинает получаться. На самом деле, всё зависит только от вас. Всё зависит исключительно от того, как вы умеете находить себе состояние нужное для решения той или иной проблемы. Это очень интересно. И вот ещё раз повторюсь, это очень важная фраза. Выход, там же, где и вход. Вот я вам приведу пример. Паники как формируются в большинстве случаев? Внезапно у человека на фоне полного здоровья, то ли от истощения, то ли от бессонниц долгих, из-за экзаменов, там, женитьбы, разводов и так далее, из-за многих разных проблем, какие-то сны были нарушены, и, наконец, наступило истощение, напряжение выросло, в какой-то момент возник крис. Крис возник, возник страх. Неизвестно, откуда появился. И поэтому формируется патологическое доминанта, которое не встроено в систему внутримозговых отношений. Она как бы побочная, и она меняет вектор мироощущения. Теперь вся жизнь становится иной, потому что человек в этот момент потом фобический синдром, это когда вы всё время невольно ждёте, когда же она опять включится, потому что вы не понимаете, почему это с вами произошло. Так вот, это был вход в эту неправильную реальность, потому что точка сборки сбилась, патологическая доминанта. А вот теперь надо её поставить на место. Вход там же, где... Выход там же, где и вход. Ну, например, когда в следующий раз у вас возникает страх, тревога, беспокойство. Мы же говорили о том, и будем говорить на вебинаре, вот сейчас на предстоящем, ссылка которого будет прикреплена к комментам под этим видео, будем говорить о том, как делается перезагрузка. То есть вы выходите на ноль там по определённой технике, на состояние безмятежности, в котором две половины мозга как бы размыкаются функционально, и готовы к новым соединениям в зависимости от данной вам команды, как коробки передач автомобиля на нейтральной скорости. И в этот момент вы мечтаете, а я покажу там синхротехнику такую, которая создаёт такой алгоритм, при котором ваши мечтания, то есть психологические установки, автоматически формируются в доминанты психофизиологические. То есть вы создаёте новую доминанту, которая потом, когда у вас возникают страхи, вы моментально вспоминаете, во-первых, что надо подумать о приятном, и во-вторых, вспомнить все задачи, которые у вас нерешённые, вы их заранее заготовите. И вот эта вся энергия, напряжение, как в Айкидо, переносится на решение тех задач. Вот что важно. Происходит с разгрузкой в этом нулевом состоянии перезагрузка. То есть у вас формируется новая доминанта, новое мироощущение, новая парадигма жизни, когда уже у вас схватывает какой-то страх или какая-то вот такая неприятность, неуверенность, проблемы, которые вы решить не можете. Вы не будете зацикливаться, потому что у вас будет перенос этой энергии напряжения на лучшее решение задач, которые вы заранее повторяете, заготовите. Но это мы всё там определим, объясним, и вы будете выходить в Zoom, задавать вопросы, у кого как получается, я буду говорить советы, и прямо на глазах у всех, у кого не получается, начнёт получаться, и он запомнит это состояние на всю жизнь, и у него появится, как я и сказал вначале, выход там же, где и вход. По тому же механизму, как формируются патологические очаги возбуждения, по тому же механизму можно сформировать позитивные очаги возбуждения, доминанты положительные, устойчивые, которыми вы реагируете на любую неприятность, на любую нерешаемую, казалось бы, задачу. Вот у меня, например, что-то не получается, не получается, я одну картину переписываю уже 10 раз. Я потом вспоминаю опять, да получится у меня всё. Почему я это вспоминаю? Потому что я сделал перезагрузку как-то и помечтал на этом фоне, что у меня всё всегда в жизни получается. Просто нужно не зацикливаться. Вот оно что. Итак, прикрепляем комменты к описанию под этим видео. Заходите на вебинар, готовьте себе заранее те вопросы, которые вы хотели бы решить в жизни. Список себе напишите. И после этого вебинара они начнут лучше у вас решаться. Вот посмотрите. Потому что мы там сделали перезагрузку, я ещё покажу, как лучше делать те приёмы, которые вы уже, может быть, и умеете по ключу делать. Но вы покажете, как делается. Я посмотрю, может, ошибки там есть. Там как оптимальнее делать. Да, и вы подберёте себе те самые простые действия, которые вам делать легко, комфортно, свободно. А самое главное, я вам сейчас скажу на завершение этого выпуска нашего до следующего ролика. Самое главное – это научиться замедлять время. Время – это, знаете, вот это состояние нуля, безмятежности, которое там, кто не умеет ещё разгрузку с перезагрузкой делать, научится. Это когда вы в состоянии суеты, мысли, беспокойства, выходите на безмятежность, и в этом состоянии вот это чувство бесконечности, безвремени, вечности и вашей бессмертности. Бессмертность, некуда спешить, у вас впереди вечность, суеты нету, торопиться некуда. Если вы сейчас прямо, слушая меня, вспомните это состояние, спешить некуда. Суетиться не нужно. Вы бесконечно можете жить, вечно можете себе представить вечную жизнь, вспомните звёздное небо, бесконечность этого космоса, бесконечности тысячи, тысячи лет. И когда вы так умеете замедлять время, вы заметите, что вопросы, которые казались такими вам актуальными, важными, просто нерешаемыми, вы прямо колотитесь, и вы вдруг начинаете замечать, да, конечно, решите. А как же? Просто надо найти подход. Так вот, тот вебинар, который мы будем проводить, о том, как снижать раздражительность, и чтобы на вас не влияло настроение окружающих, как раз таки там будет эта перезагрузка, чтобы вы всегда в любой точке времени и пространство могли у себя внутри суеты, шквала, стресса, страха, паники, неуверенности, моментально находить состояние абсолютной уверенности. И мир окрасится совсем по-другому, потому что это точка сборки, это позитивная доминанта. А доминанта, по моему выражению, это вектор внутримозговых отношений. На все, что вы будете смотреть, вы будете смотреть с новым качеством жизни, что вопросов нерешаемых просто нет. До встречи, друзья!